Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости. В студии прямого эфира Эльвира Ликерова и Сурда перевод осуществляет Дауренов Драсилов. Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День государственных служащих. Этот праздник был учрежден в 2013 году. В настоящее время по республике насчитывается порядка 90 тысяч государственных служащих. Из них 4152 трудятся в государственных органах Алматинской области. Подробнее в нашем следующем материале. Реализация политики, качественное исполнение поручений президента, плодотворное осуществление национальных проектов и государственных программ в городах области и районах. Ежедневно сотрудники различных государственных органов выполняют свою работу, вкладывая в развитие Казахстана и свою частичку труда. Оставаться преданным своему делу, быть принципиальными в борьбе с коррупцией и расти профессионально пожелал государственным служащим от имени главы региона, его заместитель Нуржан Кудайбергенов. «Нет более почётной профессии, чем служить людям, которые доверяют вам и верят в вашу компетентность и профессионализм. Вы являетесь проводниками политики государства во всех сферах общественной жизни, с честью исполняя ответственную работу. Применяя накопленный опыт, каждый из вас вносит свой вклад в развитие нашего государства и работает на процветание нашего региона и повышение благосостояния его жителей». За особые заслуги перед страной 11 человек из числа государственных служащих удостоились высокой награды. Так, нагрудного знака «Лучшие государственные служащие» удостоились главный инспектор аппарата Акима Алматинской области Альмира Нусуббаева, главный специалист аппарата Акима Темржовского сельского округа Нуржамал Даулбаева и заведующий отделом аппарата Акима Балхашского района Марат Булатов. Почётные грамоты и благодарственные письма от имени Акима области Марата Султангазиева были вручены шести специалистам. Двум служащим за продуктивную работу была назначена специальная номинация. С приветственным словом к служащим региона выступила руководитель департамента агентства по делам государственной службы по Алматинской области Лязат Бесекулова. По её словам, более 50% государственных служащих, работающих в регионе, составляют женщины. Их средний возраст – 40 лет, а средний стаж – 11 лет. Многие из представителей этой категории служащих также удостоились наград от агентства. В честь празднования Дня государственных служащих был совместно с областным Акиматом утвержден ряд мероприятий, которые охватывали разные сферы деятельности, культуру, спорт, духовные мероприятия, как говорится. Брейн-ринги проводили, дискуссию проводили. И сегодня завершающий этап мы в здании областного Акимата поощрили тех государственных служащих, которые проявили в своей работе эффективность, показали хорошие результаты, они были поощрены. В честь Дня праздника государственных служащих всем государственным служащим я желаю крепкого здоровья на работе, служению государству. Желаю, чтобы они были профессионалами своего дела, были ориентированы на граждан, чтобы были открыты, доступны, чтобы были справедливы, честны в своей работе. Желаю счастья и благополучия в их семьях. Отметим, в честь Дня государственного служащего были поощрены и победители различных конкурсов, прошедших среди работников госсфер. Жандос Назарбаев, Бегжан Кенжибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Обеспечивают покой и порядок. Самотверженно спасают человеческие жизни, рискуя собственными. Сегодня день сотрудников казахстанской полиции. Одни из тех, кто посвятил свою жизнь защите правопорядка, супружеская пара Армана Русланула и Асемгуль Ахпулатовой. В семье слаженная пара, а в работе коллеги. Они являются примером для многих, кто с преданностью своему делу трудится во благо народа. Подробнее в сюжете корреспондента. Сочетание строгой дисциплины и нежности. Асемгуль Ахпулатова – специалист оперативно-криминалистической группы управления полиции города Кунаев. Несмотря на то, что Асем работает в этой профессии всего год, за короткое время молодая сотрудница раскрыла несколько преступлений. По её словам, работать в этой профессии была её детской мечтой. «Работая вместе в одной сфере, мы с мужем хорошо понимаем друг друга. Самое главное – это уважение. Мы делаем всё, чтобы сохранить общественный порядок и спокойствие граждан». По словам молодой сотрудницы, работа доставляет ей удовольствие. Каждый день Асемгуль участвует в осмотре места происшествия, анализирует следы преступления и вещественные доказательства. «Когда я в первый раз пришла на место преступления, мне было страшно видеть мёртвых людей. Но со временем уже начала более спокойно относиться к таким ситуациям». Встреча Асемгуль и Армана произошла именно здесь, в управлении полиции города Кунаев. Тогда они только пришли на службу молодыми специалистами. По словам Армана Русланула, так вышло, что профессия повлияла на его судьбу больше, чем можно было ожидать, так как он встретил здесь свою будущую супругу. Общие интересы, главными из которых стал выбор профессии, послужили основой их отношений. И два месяца назад пара создала свою молодую семью. Залогом их крепких семейных отношений является уважение друг к другу и взаимопонимание. «Я со своей женой познакомился также в службе. Мы женаты уже около двух месяцев. То, что и я, и моя жена являются сотрудниками органов внутренних дел Республики Казахстан, это для меня большой плюс, так как мы понимаем друг друга с полуслов. Никаких недопониманий нет. То, что и я, и она понимают, что мы можем задерживаться на работе, на службе, как бы говорится. В нашей нелегкой службе самое преимущество – это карьерный рост, заработная плата, ежемесячный платеж аренды жилья». Отметим, что сейчас в управлении полицией города Кунаев работают более 150 сотрудников. Каждый из них вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности. «Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником с 31-го года Ченца Дня образования Казахстанской полиции. Желаю всем благополучия, успехов в работе и карьерного роста». По словам молодожёнов, особо сложная и опасная профессиональная деятельность не мешает семейному счастью. И хотя служба отнимает большую часть времени, но ни Арман, ни Асемгуль никогда не жалели, что выбрали именно эту профессию. Органы полиции – это одна из самых важных и ответственных служб в государстве, занимающаяся защитой граждан и поддержанием общественного порядка. Жизнь в мундире полицейского – это не только возможность помогать людям, но и ответственность за свои поступки. Следующий сюжет посвящен тому именно им, доблестным правоохранителям. При этом мы хотим обратить внимание зрителей на то, что сегодняшний герой сюжета – многодетный полицейский, такой же гражданин нашей страны с бытовыми проблемами, как и у многих казахстанцев. Отличие лишь в повышенной ответственности, стойкости и выносливости. Жан-Дос Назарбаев расскажет более подробнее. Азамат Абдрахманов – уроженец Балхарского района Алматинской области. В родном селе Баканас он служит в рядах правоохранительных органов. На сегодняшний день Азамат с супругой родители восьми прекрасных дочерей. Несмотря на то, что у пары все время рождаются девочки, они надеются, что однажды в их семье появится и сын. Тем более, что многодетная супруга офицера вновь ждет ребенка и намерена осуществить мечту мужа. Конечно, быть мамой восьмерых детей непросто. Но другой жизни я себе не представляю. В доме должны звучать детские голоса и смех. Я мечтаю, чтобы наши дети выросли добрыми, ответственными, порядочными, счастливыми людьми. Сейчас я в ожидании рождения нашего девятого ребенка. Недавно по направлению прошла УЗИ. Там мне сказали, что будет девочка. Я все равно очень рада. Простите за слезы. Это от того, что я испытываю по-настоящему материнское счастье. Искренне любит своих дочерей и многодетный отец. К тому же семейная пара особое внимание акцентирует на их воспитании. По словам главы семейства, он уже давно научился совмещать нелегкую службу с заботой о детях. В этой семье все делается сообща. Старшие помогают присматривать за младшими. При этом подрастающие дети стараются облегчить быт родителей. И уже сейчас учатся помогать им в ведении домашнего хозяйства. Девочки ответственные за чистоту и уют. Строго следят за порядком в доме. Другие же легко справляются с готовкой для большой и дружной семьи. Я учусь в школе гимназии. Перехожу в девятый класс. Я самая старшая. Мы с сестрой стараемся во всем помогать маме. Живем дружно, присматриваем за младшими. И нам это совсем не трудно. Мы их очень любим. К слову, Азамат Абдрахманов более 15 лет служит в правоохранительных органах. Является начальником отделения местной полицейской службы Балхашского района. В его подчинении порядка 30 сотрудников, как отмечают коллеги, он очень требователен в работе и честен в дружбе. Словом, в нем совместились лучшие качества, присущие достойному офицеру и примерному семьянину. С Азаматом Аскаровичем бок о бок служим больше пяти лет. Он очень коммуникабельный и инициативный руководитель. Вне работы дружим с семьями, ходим друг к другу в гости, посещаем семейные мероприятия. Он по-настоящему порядочный человек. При этом он умеет находить креативные решения для повышения качества нашей работы. Мы им гордимся и рады, что являемся с ним коллегами и друзьями. Описанные родными и друзьями качества Азамата Абдрахманова проявились и во время съемочного процесса. Он по-настоящему предан на своему делу человек. По его мнению, работа в полиции – это ответственность перед обществом. Полицейские успешно выполняют свои задачи, часто выходя за рамки своих обязанностей и делая все возможное для улучшения жизни людей. Одним из главных качеств полицейского является профессионализм и готовность отдать свое время и энергию, а иногда даже и жизнь. Чтобы защитить не только свою семью, но и свой народ, утверждает он. Я очень горжусь своей службой в рядах правоохранительных органов. Это неотъемлемая часть моей жизни, выполняя поставленные задачи по обеспечению безопасности. Я в первую очередь думаю о своей семье, о своих детях. Эта мысль меня мотивирует, потому как в такой момент, думая о них, я прежде беспокоюсь в целом о будущем поколении казахстанцев. Уверен, что многие мои коллеги придерживаются такого же мнения. В пользу случаем хочу поздравить всех сотрудников правоохранительных органов, кто стоит на страже порядка и безопасности. С днем – полиции. Желаю всем здоровья и успехов в нелегкой службе. Всех с праздником. Стоит отметить, многодетная семья проживает в темной трехкомнатной квартире в районном центре. Но даже в этой ситуации офицер полиции не просит помощи от государства, а довольствуется тем, что имеет. Ведь супруги привыкли жить своим трудом и ни от кого не зависеть. При этом важным принципом жизни для Азамата Абдрахманова являются две вещи – благополучие его детей и безопасность граждан. Потому что счастливое будущее детей и спокойствие в стране – это то, ради чего полицейские Казахстана несут нелегкую службу, посвятив своей жизни любимому делу. Заработная плата работников лесного хозяйства Алматинской области повысится на 100%. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования. По словам Аната Насупаева, лесники – одни из самых низкооплачиваемых специалистов в стране. В области заработная плата молодых сотрудников лесного хозяйства без диплома и опыта работы составляет 90 тысяч сеньги. А в целом средняя зарплата лесничьих – около 135 тысяч. Стоит отметить, что общая площадь Государственного лесного фонда в области составляет более 2 миллионов гектаров. В этой сфере по области трудятся более 600 человек. Их служебная форма обновляется каждые три года. Оснащенность лесохозяйственных учреждений, техническая база составляет 72%. В этом году на приобретение противопожарного транспорта и оборудования из государственного бюджета выделено 162 миллиона тенге. С 1 июля ожидается повышение заработной платы на 100%. Здесь ожидается повышение зарплаты лесной охраны, специалисты основной деятельности. Например, средняя зарплата в данный момент составляет 135 тысяч тенге. Это начисление. После 1 июля они будут получать 225 тысяч тенге. Первый день Хурбана – это отмечаемый по мусульманскому календарю. В этом году приходится на 28 июня. В этот день у казахстанцев будет дополнительный выходной. В свою очередь, накануне, то есть 27 июня, все мусульмане будут отмечать День Арафа. По исламским традициям соблюдение поста в День Арафа является сунной. Подробнее о священном празднике расскажет наш корреспондент. Главный имам Алматинской области Мадьяр Перимкулов на брифинге с журналистами поделился главными правилами священного праздника мусульман – Курбанайт. Один из самых значимых мусульманских праздников приходится на 70-й день после окончания поста ураза. В переводе с арабского названия праздника означает «праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных – овцу, корову, барана или верблюда. Самое главное в жертвоприношении – это намерения. Нельзя, чтобы они были корыстными или неправильными изначально. Имам отметил, что тем, кто не может по каким-либо обстоятельствам принести жертвоприношение самостоятельно, могут воспользоваться услугой онлайн через сайт kurban2023.kz. Среди мусульманских праздников с особым отношением празднуются два – это ураза и Курбанайт. Курбанайт, несмотря на то, что отмечается три дня, его первый день приравнен к государственным праздникам и является выходным. В этот день в жертву приносятся полностью здоровые животные, у которых все 12 частей тела целы и невредимы. В свою очередь, тех, кто занимается выращиванием и продажей скота, очень прошу не поднимать в этот день цены. Как-никак, этот праздник – один из самых важных, является священным. По информации инспектора ветеринарного контроля, в Алматинской области имеется 41 место для жертвоприношения. Однако только восемь из них с категорией халал, то есть дозволенные для религиозного обряда. Нужно отметить, что два места из восьми подготовлены в самом областном центре. Также, по словам специалистов, на каждом месте религиозного обряда будут работать специалисты ветеринарной инспекции. Они будут проверять каждое жертвенное животное. Вместе с тем, людям, намеревающимися принести в этом году жертвоприношение, нужна специальная справка. Ее можно получить в ветцентре совершенно бесплатно. В случае отсутствия этого разрешительного документа, человек будет оштрафован на сумму порядка 60 тысяч тенге. Сейчас проводится очень жесткий контроль со стороны ветеринарных врачей и аттестованных врачей ветеринарной санитарной экспертизы. То есть там есть аттестованный ветеринарный врач, который, когда будет подготовка к убою, он ее будет осматривать. Вначале внешний осмотр делается, визуально все делается. Потом также все лимфатические узлы проверяются, надрезом делается полностью. Запрещено устроить это, резать скот в районе микрорайонов. Частные подворья мы не запрещаем, но с обязательным осмотром туши. Согласно статье 22, законно ветеринарный, там четко написано, без ветеринарной справки реализация животного происхождения запрещается. Стоит отметить, в прошлом году в праздник Курбанайт мечеть города Кунаев распределила 400 пакетов для людей из социально уязвимых слоев населения. В этом году планируется оказать помощь более чем 200 семьям. В городе Астана открылась выставка арабской каллиграфии «Хуснихат». Основу каллиграфической надписи составляют строгие геометрические принципы и правильные пропорции. От этого зависит четкость надписи и красота линий. Автор большинства представленных работ Мадина Кусаин – единственный художник в Казахстане, занимающийся современной арабской рукописью. Ее работы отличаются не только мастерством, но и глубоким смысловым содержанием. Сто стихотворений наизусть. Именно столько произведений Мохамбета Утемисова знает на память инспектор департамента полиции области Олутау Уркер Урматов. С детства его вдохновляет творчество Батыра. Молодой сотрудник и сам пишет стихи. Впервые Уркер Урматов взял в руки сборник стихотворений Мохамбета в 6 лет. Учителя в школе сразу заметили его любовь к творчеству. Поэтому Уркер был частым участником городских, областных и республиканских конкурсов. А профессию полицейского он выбрал, продолжая путь отца. Однако от поэзии не отказался. В свое свободное время Уркер старается проводить библиотеки. Все члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли. Об этом официально заявила компания-оператор субмарины «Оушенгейт». Гибель пятерых человек, находившихся в «Титане», подтвердила также береговая охрана США, выразив соболезнования родными и близким. Сегодня утром поисковая группа обнаружила обломки батискафа. Специалисты полагают, это детали внешнего корпуса «Титана». По версии береговой охраны, на батискафе произошла так называемая «эмплазия» – взрыв, направленный внутрь. По какой причине и когда это произошло, пока неизвестно. Напомним, туристическая лодка пропала 18 июня в Атлантическом океане. Запасы кислорода были рассчитаны на 96 часов. Сокрушительный взрыв произошел в центре Парижа, в результате которого пострадали 50 человек. Предполагаемая версия – взрыв газа. Шестеро граждан находятся в тяжелом состоянии. Несколько зданий получили серьезные повреждения и могут обрушиться. А около ста местных жителей не могут вернуться в свои дома, так как в них выбилось стекла. Все пропавшие без вести люди были найдены. Но спасатели продолжают расчищать завалы на случай, если под ними еще находятся пострадавшие. Инцидент произошел вечером в среду в здании Парижской Американской Академии, неподалеку от пантеона. Свидетели происшествия рассказывают, что почувствовали запах газа незадолго до взрыва. На Капшагайском водохранилище стартовал Кубок Казахстана по парусному спорту. Республиканские соревнования проходят в Алматинской области ежегодно и традиционно. На этот раз в состязаниях участвует более 70 яхтсменов из разных областей республики. Парусный спорт – один из красивых и зрелищных. Было отмечено на торжественном открытии соревнований. Сегодня этому олимпийскому виду спорта уделяется особое внимание. Отметим, парусными гонками занимаются не только взрослые, но и подростки. Я являюсь чемпионом Казахстана по парусному спорту. Я на протяжении 5 лет хожу на парусный спорт. Парусный спорт для меня – это важное. Я хочу стать чемпионом мира и чемпионом Олимпиады. Это моя цель. Занимаюсь парусным спортом 4 лет. Ну, пришел, понравилось мне очень. И начал ходить поучаться, мне все началось. И все, вот, стал чемпионом. Много раз вторых мест, два раза первых и один раз третье занял. У меня большая цель – стать чемпионом Казахстана. В этом году в состязаниях участвуют юноши и девушки от 9 до 17 лет. А также мужчины и женщины от 18 лет и старше из Алматинской, Карагандинской, Магастауской, Туркестанской областей, городов Алматы и Конаев. Они соревнуются в 12 классах, среди которых луч, луч-радиал, луч-мини, лазер, оптимист, кадет и другие. Соревнования проходят 12 гоночных, 12 гонок проводятся. По исчечению из 12 гонок, две гонки самые худшие у спортсмена выкидываются. Потом подсчитываются очки и выявляется победитель. На данный момент парусный спорт набирает очень высокие обороты. Много детей, желающих приходить записаться в секцию парусного спорта. Благодаря всему нашему руководству – это Управление физической культурой и спорта, ДРС, Дирекция развития спорта, и дюжца, которые первоначально дети приходят, записываются в отделение парусного спорта и начинают стремительно заниматься. По словам организаторов, такие мероприятия развивают не только парусный спорт, но и туризм в городе Кунаев и в Алматинской области в целом. Все национальные сборы на сегодня почти 70% состоят из Алматинской области, из города Капчега. Это тоже о чем-то говорит. Здесь есть сильные тренера, сильные спортсмены. Мы, конечно, надеемся, и дальше будет. Но надо работать. По всему региону пока еще мало. Только у нас в шести регионах развивается Управление спорта Североказахстанской области выделили внимание. Для этого вида спорта отправляли на эти чемпионаты, чтобы они были, чтобы здесь находились. И, конечно, у нас больше... Сейчас, на сегодняшний день, это парусный спорт, очень уникальный спорт. Здесь нужен нехватка наша, больше тренерского состава. И, конечно, матчайся. Сегодня на просторы Капчегайского водохранилища вывели свои яхты более 70 участников. Состязания будут проходить в течение 7 дней. Оружие Антонии Ибаева, Жайдар Бетнурбек, телеканал ЖИЦУ, Алматинская область. Это были новости Алматинской области. Не переключайте, встретимся в 21.30. Субтитры подогнал «Симон»